С 18 по 22 сентября в Слуцке на территории ЖУ-3 проходит масштабная профилактическая акция по предупреждению пожаров и гибели людей от них. Будьте готовы, возможно, именно к вам в выходные заглянут в гости спасатели. На территории Слуцкого района с 18 по 22 сентября текущего года проводится широкомасштабная акция по проведению программно-профилактической работы в жилом секторе с категорированными слоями населения. Значит, упор делается на многодетные семьи, семьи ИСОП, на одиноких, одинокопроживающих и инвалидов. Учитывая сложившуюся сложную оперативную установку на территории города Слуцкого и Слуцкого района, с начала года произошло 63 пожара на сегодняшний день. В том году было 46 пожаров. И в этом году погибло 13 человек, один из них ребенок. В том году на территории Слуцкого района погибло на данный период времени только 2 человека. Поэтому, учитывая абсолютных цифрах гибель населения, которая произошла в этом году, принято решение о проведении данной широкомасштабной акции на территории города Слуцкого и Слуцкого района с привлечением курсантов университета гражданской защиты по данным слоям населения. Курсанты совместно со спасателями Слуцчина на протяжении трех дней обследуют домовладения граждан на предмет безопасности и напомнят жильцам алгоритм действий в случае пожаров и других чрезвычайных ситуаций. Расскажут о важности установки в жилых помещениях автономного пожарного извещателя, вручат наглядную изобразительную продукцию противопожарной тематики. Прибыл в Слуцкий район для проведения пожарно-профилактической работы в связи с участившимися пожарами и возгораниями в этом районе. Нами проводится проверка печного оборудования, а также наличие извещателей в зданиях. Также мы даем рекомендации и советы о пожарной профилактике жилого сектора. Одинокие и одиноко проживающие пожилые граждане, инвалиды, многозетные семьи и лица склонны к злоупотреблению спиртными напитками под особым контролем. Посетят спасатели также неработающую категорию граждан трудоспособного возраста. Прибыли в Слуцкий район для пожарно-профилактической работы в жилом секторе, так как участились случаи возгораний и самое большое количество гибели в этом районе. В ходе рейда мы выявили, это проблема основная – печное отопление и неисправность пожарных извещателей. Спасатели призывают – приведите свои дома в пожаробезопасное состояние и помогите это сделать своим престарелым родственникам. Для этого отремонтируйте печи, замените ветхую электропроводку, не эксплуатируйте неисправные бытовые приборы, будьте предельно осторожны при курении и ни в коем случае не оставляйте своего ребенка без присмотра. В случае пожара или другой нештатной ситуации звоните по номерам 101 или 112. Берегите себя и своих близких.